Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, я уже давно в массу вот двигаю такую идею, такую мысль, что всегда всё нужно записывать с первого дубля и без сценария. То есть вот как оно вышло, так и, блядь, пусть выходит. Потому что первый дубль — это вот самое лучшее, что у вас может быть, в принципе, всегда. Второй дубль — это повторение первого, третье повторение второго и первого, блядь. И вот так всё идёт. Поэтому всегда, сука, нужно уметь выкладываться в первый дубль без сценария абсолютно вот точно вот так вот. Чтоб ты вот всё, что у тебя есть, чтоб ты мог сказать. И сейчас я как раз-таки вот на этом канале это практикую за тысячу видеороликов. Я думаю, я смогу более-менее как-то говорить без сценария. Если посмотреть мои самые первые видеоролики без сценария, то, чтоб вы понимали, я просто нажимал на кнопку записи, говорил два слова и зависал. То есть всё, я не знал, что говорить дальше. Я не знал, о чём можно далее рассказать. А сейчас, чтоб вы понимали, у меня нет никакого сценария. У меня нету микротем, у меня нету ничего. То есть я просто включил запись с одной единственной мыслью. То есть у меня даже так было написано. Я написал «Сценарий для бездарности». И вот сейчас, по ходу этого видеоролика, я всё больше и больше развиваю и раскрываю вот всю вот эту вот тему. Так или иначе. То есть, возможно, в некоторых моментах больше, в некоторых меньше, но так или иначе я её раскрываю. Что было бы, если бы я написал сценарий, допустим, даже вот на такой вот видеоролик? Во-первых, я бы очень сильно себя сжал во многих словах. Допустим, я бы не сказал какие-нибудь лишние маты, хотя маты, как вы знаете, ёпты бля, лишними никогда не бывают. И если уж вы хотите сказать мат, лучше его сказать, потому что это будет так или иначе выражение вашего сознания, вашего вот такого, знаете ли, я не знаю, искренности, вашей искренности. Потому что мат и вот всё прочее, ваши эмоции, это выражение вашей искренности. Вот, то есть максимальной искренности, которой только вот можно выразить, а которой только можно так или иначе подумать. И вот это идёт вот именно вот так вот. И поэтому я считаю, что сценарий для бездарности, если ты на GTA Самп Ютубе, да или вообще на любом Ютубе не можешь, то есть, блядь, два слова связать без сценария, то какой ты, блядь, Ютубер? Какой ты, блядь, кто ты вообще такой? Ютубер и вообще любой человек, который что-то говорит, он должен уметь связывать два слова без сценария элементарно. Это делается абсолютно элементарно. То есть, я сейчас даже, по факту, я не думаю о том, о чём я говорю. Как-то слова, вы знаете, они приходят абсолютно сами. Я, вот знаете, я даже не помню, что я говорил в начале данного видеоролика, однако оно всё приходит само. И вот вы думаете, наверное, вот вы сейчас такие думаете, хм, а зачем учиться говорить без сценария? Ведь многие вот так вот голливудские актёры и все прочие, они же все, то есть, как бы по сценарию всё это прогоняют и так далее. Потому что, когда вы говорите без сценария, вы учитесь говорить в один дубль. Говорить в один дубль, это очень важно. Первый дубль, это вот самое важное. Это вот максимально качественно, насколько оно может получиться. Потому что, как я уже говорил в начале, второй дубль, это повторение первого. Поэтому нет никакого смысла, если у вас первый дубль получился хуёвым, будьте уверены, второй получится ещё наиболее хуёвым. То есть, ну это работает примерно так, я сам, блядь, от этого охуел, но оно так и работает. Потому что, если вот, блядь, вы всё, вы первый дубль удалили, всё, блядь, всё, ролик уже нормальным не получится. Вот так вот представьте, сколько стоит, я не знаю, вот эта вот дорогая голливудская киноплёнка, на которую снимают вот этих вот всех звёзд и всех вот этих вот людей. Вот вы представьте, если бы они не могли вот с первого раза, просто вот с первого дубля вот так вот вжиться в роль, как, допустим, какой-нибудь Маран Шакур. И то есть, постоянно бы на них тратилась плёнка. Плёнка стоит огромнейших, сука, денег. Потом человек, отвечающий бы за бюджет, он бы так посмотрел, такой, типа, ебать, да нахуй эти актёры, блядь, нам нужны, ты посмотри, блядь. Мы весь бюджет фильма уже потратили, не отсняли нихуя. Потому что эти ебланы не смогли нормально сказать, сказать свой текст. Вот так это работает. Поэтому я настоятельно вам рекомендую учиться говорить без сценария. Да, это сложно, да, будете запинаться, да, будет ещё что-то. Но, блядь, хотя бы, хотя бы вы более-менее научитесь говорить нормально. С выражением, хорошо, чётко. Поначалу, разумеется, у вас ничего не будет получаться. Мысли просто будут путаться, и вы не сможете досконально всё выкладывать. Но, однако, посмотрите на вариант с сценарием, когда вы просто пишете сценарий, заранее его заготавливаете, и вот многое другое. Во-первых, хронометраж видео очень сильно уменьшается. Во-вторых, вы сами, самоцензурите себя. Вы просто вот не можете сказать то, чтобы вы сказали вот реально без сценария, то, как вы думаете. Вы себя просто цензурите. Потому что, когда вы пишете сценарий, вы просматриваете очень много всяких ходов того, как можно это сказать, эту фразу сказать, и многое другое. Нет, нахуй, нахуй это надо. До того, как я сделал этот ютуб-канал, я постоянно, сука, писал сценарий. Практически всегда. Практически на любой видеоролик, даже на самый пустяковый. Но вот именно, когда ты делаешь какие-то разговорные ролики, мысли должны идти у тебя из головы. Если в голове у тебя, блядь, я опять заделал стойку от микрофона, просто пиздец. Если в голове у тебя, блядь, нихуя нет, то ты никакой, блядь, не ютубер. Ты никакой, блядь, не оратор. Ты никто, блядь. Ты даже говорить еще толком не научилась, поэтому я вот что хочу сказать. Сценарий на GTA Самп Ютубе и на любом ютубе, он для бездарности. Для тех, кто не может два слова у себя в голове связать, для тех, кто не может два слова высказать, и все. И вот я также придерживаюсь того, что не нужно ничего, блядь, вырезать, корректировать и так далее. Как оно получилось, пусть так идет. Если вы, конечно, там, блядь, не рыгали, не пердели, ничего-то такое в кадре делали. Если вы как-то плохо сказали то, что вот должны были сказать там про какую-то серьезную тему, похуй, похуй, пусть будет. В следующий раз вы будете знать, что вот, ну, все будет именно вот так вот. Допустим, у меня был также вот микрофон. Очень дешевый, очень слабый, в который приходилось говорить с какого-то конкретного расстояния. Как-то там конкретно приходилось говорить, и просто это было достаточно сложно, достаточно жестко, вот. Но я привык, я привык, как бы, говорить с определенной интонацией, я привык говорить у определенного места у микрофона. Поэтому сложности, какие-то сложности, они порождают в тебе какие-то твои вот истинные таланты. Поэтому, если ты не научишься говорить без сценарий, ты, в принципе, никто. Тебя на любых дебаторах, блядь, просто на изи выебут. У тебя там не будет никакого сценария, у тебя не будет нихуя. Поэтому, поэтому, нужно учиться, учиться, еще раз учиться, говорить без сценария. Потому что говор без сценария, это самое лучшее, что может быть. Также, также, отнесем это к этому, нужно учиться говорить в один дубль, записывать все в один дубль. Вот как оно пошло, как ты начал записать, так пусть оно и идет. Просто вот так вот в один дубль, просто, чтобы все сразу записалось. И не все, без каких-то вырезок, вот этих вот вздохов. Похуй, похуй, пусть вздохи будут. В следующий раз ты сделаешь вздохов меньше, либо сделаешь их больше, но будет там, я не знаю, как-то это по-другому уже, так или иначе. А так ты постоянно будешь вырезать, у тебя постоянно будет не хватать дыхалки, ты постоянно будешь там что-то ещё делать. Ну нахуй, в пизду. Да, мне вот сейчас в комментарии многие пишут, мол, вот эти вот вздохи, это просто невозможно. Они есть у каждого, абсолютно точно у каждого. Мне когда озвучку кидали, у всех ебанутые вздохи. Некоторые, блять, курящие люди, блять, вот тоже озвучивали курящие люди у меня. Они, блять, два слова скажут, всё, задыхаются в пизду. Поэтому, поэтому нужно учиться говорить нормально. Нужно учиться, да, пусть будет со вздохами, да, пусть будет как-то неопрятно, несуразно, как-то не так расставлено ударение. Похуй, похуй, ты должен учиться говорить вот без сценария конкретно, чтобы у тебя всё... Я сейчас говорю, как какой-то бизнес-тренер, нет. На самом деле, просто вот мне многие говорят, слушай, а почему вот ты сценарий не пишешь? Поэтому, блять, потому что вот этот вот ролик, который я сейчас вам записываю, который я вам сейчас говорю, без сценария вышел бы минуты на две, на три. Не более того, не более того. Потому что писать сценарий, это лишняя морока. Лишнее время у тебя отнимает, которое ты бы мог потратить на монтаж, на более качественную озвучку, на всё. Понимаете? То есть сценарий, я считаю, вообще от него нужно абсолютно точно отказаться. Кроме того, когда ты там снимаешь какой-нибудь сериал, или ещё что-то снимаешь. Или как у меня сам по обзору зарисовки. Там невозможно отказаться от сценария. Там всё нужно, чтобы было вот прям точно всё по сценарию, как там написано, так пусть так и будет. Просто вот я вам хочу сказать, чтобы вы работали в один дубль. И чаще всего, если у вас какие-то разговорные ролики, чтобы вы работали в это без сценария. Учитесь на стримах говорить без остановки. Потому что, вы знаете, правила любого радиоэфира. Нельзя молчать больше двух секунд. Больше двух секунд молчишь, всё. Ты проебал смену, всё. Люди ушли, людям стало скучно. Поэтому больше двух секунд молчания на радиоэфирах. Везде вам это скажут, что нельзя. Вот. Поэтому, ну, что-то наподобие того. Поэтому учитесь говорить на стримах. Стримьте побольше. Там не молчите больше двух секунд. Постоянно что-то говорите. Даже если это будет не особо связано. Ну ладно, похуй. Зато вы хоть как-то заинтересовываете зрителя. Зато вы делаете там хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Хоть как-то тренируете свою речь без сценария. Потому что сценарий, вот я опять же хочу повторить. Это просто вы стагнируете из-за него. Деградируете. Просто в будущем вы, блядь, не сможете там, я не знаю, слово со словом связать без сценария. Предложение, блядь, не сможете нормально составить. Слово, блядь, нормально сказать без сценария не сможете. У вас просто вот какое-то слово малейшее выпадет. Всё, блядь. Всё, у вас уже минус. Всё, блядь. Или вот когда у тебя даже сценарий написан. Ты какое-то слово там лишнее вставил. Всё, ты уже со сценария сбился, всё, это уже не подходит по смыслу, всё, это уже кромешный полный пиздец. Поэтому это работает, ну, вот, как-то примерно вот так вот. Поэтому, если у вас у кого-то есть ютуб-канал, опять же, опять же, учитесь с ранних лет или не ранних, я не знаю, там, сколько вам лет, учитесь говорить без сценария, пожалуйста. Это прям, ну, мега нужно, мега круто и мега важно. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok